Около полутора тысяч домов в Петербурге признаны памятниками, и список таких зданий постоянно расширяется. Процедура сложная. Сначала объект надо выявить, затем провести экспертизы и только потом внести в охранный реестр. Давайте познакомимся с историческими домами, которые недавно стали объектами культурного наследия регионального значения. Набережная лейтенанта Шмидта-16. Впервые здание на этом месте появилось почти за полтора века до рождения купца Александра Шлякова. В 18 веке это был одноэтажный дом, как его описывают на высоком подвале с большим крыльцом. В середине 19 столетия здание выросло до трех этажей, а к концу галантного века достроили еще два этажа. Здание оформили в стиле эклектики. Здесь стоял дом, в котором бывал Александр Сергеевич Грибоедов. Здесь бывал когда-то в доме, не сохранившемся, Осип Сенковский, который редактировал библиотеку для чтения. Здесь жил создатель первой русской подводной лодки Иван Бубнов. И когда-то здесь на доме была памятная доска. Сейчас от нее остались только следы, но мы надеемся, что ее просто взяли на реставрацию. Дом под номером 9 на 16 линии Васильевского острова выделяется среди прочих не только своим фасадом, но и так называемыми готическими треугольными щипцами. Изначально это была больница, носившая имя императора Александра Третьего, но она просуществовала недолго. Еще до революции медучреждения закрыли, а помещение стали сдавать в аренду состоятельным жильцам. Дух того времени ощущается в парадной и сегодня. В этом доме даже сама парадная, она особенная. Вот мы сейчас стоим с вами, посмотрите, здесь какие перила. Это же все родное, здесь вот все кованое. Коридор. Выходит огромное окно прямо на лестницу. И решетка вот эта вот, она родная. Так делалось для проветривания в таких парадных, не черных, а именно на главных лестницах. Мне кажется, это еще и для иллюминации дополнительно. И да, соответственно, и для иллюминации. Больница здесь была недолго, уже через несколько лет ее переоборудовали в жилой дом. Ну а потом здесь появляются коммуналки. Двухэтажный дом на Новочеркасском проспекте в начале 20 века построили для главного гидрографического управления. Здесь составляли карты российских морей, готовили экспедиции, снабжали мореходов книгами, чертежами, компасами. Ведь когда-то весь Охтинский мыс принадлежал морскому ведомству, из-за чего очень долгое время не могли построить Большоохтинский мост. Потом там появился Новочеркасский полк, 145-й Новочеркасский полк, для которого была выделена территория, появились казармы этого полка. И с ним связана история и Игоря Северянина, который недолгое время там служил, и отца художника Кузьма Петрова-Водкина, который написал воспоминания, вот эти детские воспоминания о Малой Охте. Дом морского ведомства относился к заводу штурманские приборы. Он располагался на этой территории с петровских времен. Свой первоначальный облик здания фактически не изменило. Столетний фасад сегодня один из ярких образцов популярного в начале прошлого века стиля Северный модерн.